Перед началом ролика не могу не упомянуть о своем генеральном спонсоре, FunPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Сегодня на стриме на протяжении 3,5 часов поиграл в новую MMORPG игру, Therese Land. Интересная, красивая, сочная игра, с кайфовой графикой. Порассуждаем о каждой кнопочке, что куда нажимать, зачем для чего, что к чему вообще, куда тыкать, куда не тыкать, как прокачиваться, как не прокачиваться, поговорим немножко о профессиях и обо всем, обо всем в целом кратко поговорим. Так сказать, первые шаги уже были все абсолютно реализованы и на фоне этих первых шагов я просто-напросто поясню вам, что, куда и зачем. Начнем же. Меню создания персонажа кайфовое. В тот момент, когда мы жмем на плюсик, нам показывается в видосе какого-либо класса. На текущий момент это жрец. Красиво и реально сочно. Далее мы, конечно, можем выбрать любой другой класс, который нам интересен. Девять разных классов, начиная от воина, заканчивая ловцом душ. Море всего интересного. Некоторые классы могут быть разного пола. К примеру, паладин может быть и мужчины и женщины, и маг тоже. Меню настройки персонажа. Настройка внешности. Можем снизить максимально рост и при этом голову сделать просто огромную. Смотрится, конечно, так себе, но если вам такое нравится, окей, не осуждаю. Можно создать себе любого персонажа. Веснушки, узоры, цвета, вообще все-все-все абсолютно имеется. Макияж, то есть все полностью настраивается, как у мага, так и у любого другого класса. У паладина, например. Опять же, видосики, да, показываются. Презентуется нам абсолютно все. Заходим в игру и далее смотрим абсолютно все кнопочки. Дейлики, виклики, поручения, различные полосочки, донатные маунты, донатные трансмоги. Все имеется в верхнем окне. Начнем же. Рассмотрим справа налево. Первая иконка это ROG. Мы подписываемся на разные соцсети. Facebook, X, Discord, YouTube. И получаем награды. Само собой делаем это, почему бы и нет. Халява. Далее. Семидневная цель. Если хотим сделать маунта, то мы должны сделать 30 поручений за 7 дней. Каждый день мы получаем по 5 поручений. В целом это легко. Можно даже что-то в целом пропускать. Не хотите бэгэшить сегодня? Окей. Завтра хотя бы сделайте все. Ну или постарайтесь. Просмотр функции. Тут просто видосики. Далее. Красный герб. Полоски активности. Все делаем. Вылутываем абсолютно все награды. Получаем жетоны судьбы, которые потом можем выменять. И идем дальше. Обзор игрового сценария. Тут опять же делаем абсолютно все. Играемся с другом или гильдией. Играемся на бэгэшках. Заходим просто хотя бы в игру и за это получаем серебряные монеты, которые нам нужны для того, чтобы прокачивать наши способности. Далее. Ранг сезона. Чем выше наш ранг, тем больше наград мы получаем. То есть растем, 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 растем. Вылутываем порошок, который нужен нам для улучшения, для усиления персонажа. Вылутываем медальки. Они нужны нам для покупки различных предметов. Но, возможно, предметы с подземелья и в целом и так будут сильные, поэтому медальки нам не особо придется тратить. Но, в общем-то, поиграем и все увидим. У завоевателя тут награды в виде оушенов. Тут никакого порошка не имеется, к сожалению. Искатель. Что мы тут получаем? Получаем эссенцию. Получаем сундучки с эмблемами завоевания. Полезно, наверное, но пока что я еще не понял, для чего это. Как бы первый день в игре. Тут еще столько-столько всего нужно понять. Третья кнопочка — это аукцион торговли. Мы можем найти какой-то предмет для покупки. А можем просто взять и в какой-либо вкладочке что-либо поискать. То есть тут, момента мы раскрываем снаряжение, мы можем увидеть то, что продается броня. А конкретно нагрудник 68 уровня предмета, 68 итем левела. Статы видны? Все абсолютно видно. Цена, за которую мы можем купить? 42 коина, 42 золотых монеты. Золотых монеток мало и вылутываются они в небольшом количестве. Поэтому золото, конечно, нужно тратить с умом. Можно купить различные реагенты. К примеру, слитки, руда. Можно купить цитрин, кристаллик. То есть все-все-все можно купить на аукционе. Можно самому добыть, почему бы и нет. Также можно что-нибудь выставить на продажу. Какую-нибудь вещицу, которую мы крафтили. Какой-нибудь реагентик, который мы делали или собрали. Можно сделать заказик. Опять же, нужно разобраться с этой механикой. Выставление есть. Кристаллы. Донатные продают за золото. Или что это за кристаллы? Не понял, сложно. А это наши лоты, которые мы покупали. Их можно купить повторно. Если у нас есть на это желание. И если у нас на это хватает золота. Удобный аукционный дом, по факту. Можно купить реально лоты, которые мы покупали недавно. Крутая функция. Четвертая кнопка. Это рынок. Донатный рынок. Если хотите стать феечкой. Пожалуйста. Я ни в коем случае не против. Действуйте. Жмем кнопку перейти. И таким образом мы можем помолиться. Есть ключики. Синие. Есть ключики золотые. Мы молимся, молимся. И вылутываем с этики с определенным шансом. Шанс тут небольшой. Поэтому, если у вас много денежищ, вы хотите себе сетик. Дерзайте. Пятая кнопка. Это лавка. Тут можно потратить абсолютно всю валюту. Можно потратить серебро. Можно потратить донатные кристаллы. Можно потратить жетоны судьбы, которые мы вылутываем с выполнения каких-либо поручений. Можно купить различные вещицы. Но опять же вопрос, будут они нас улучшать или нет. Можно, имея различную репутацию, купить различные интересные вещицы. По типу мастера ходьбы по каньону. Мы покупаем, и показатель скорости передвижения увеличивается на 200. Это приятный бонус. В тот момент, когда мы бегаем на маунте, мы хотим бегать на нем еще быстрее. И таким образом мы экономим время. Порошок при определенном уровне репутации можно купить. Порошок усиливает нас. Чем больше мы имеем энергии камня начертания, тем больше узлов мы можем прокачать. Общественная лавка. Есть гильдия, есть дружба. У гильдии значки спутника, которые вылутываются по ходу за какие-то гильдейские активности. А если мы проходим с другом, то, как я правильно понимаю, мы вылутываем значки дружбы. Тут все показано, да, как можно впервые получить. То есть мне даже говорить ничего не нужно, просто прочитываем и смотрим, и чекаем. Лавка воинского звания. В тот момент, когда мы пвпшем, мы лутаем награды славы. Эти награды славы можно использовать как для улучшения персонажа, конкретно для улучшения звания. Звание дает нам плюс к атаке и плюс к очкам здоровья. А также вот можно потравить на какие-то поушины, на маунты можно, например, потравить как вариант. Но для того, чтобы купить звание, мы тратим эти монетки. И для того, чтобы купить маунты, мы еще должны потравить монетки. То есть монеты нужны в большом количестве. Лавка времени. Это монетки, которые мы получаем в тот момент, когда было техобслуживание. Компенсация за время. Возможно, если будут какие-то технические обслуживания, они по-любому будут, мы будем вылутывать определенное количество жетонов. Сколько? Вопрос, конечно, хороший. Нажав по седьмой кнопке, мы вылутываем дополнительные награды. К примеру, если мы заходим в игру сегодня, то мы получаем питомца. Сиамский кот. Он бегает за нами, милый, красивый, няшный. Зайдем на протяжении 7 дней каждый день, получим 10 ключиков. И, может быть, получим сет с этих 10 прокруток. Все возможно. Также тут зелье выносливости. Бодрость нужна для абсолютно каждой профессии, для абсолютно каждого действия в профессии. Как для крафта, так и для сбора какой-либо пруды. И бодрость восстанавливается 1 очко в 15 минут. То есть 4 бодрости за 1 час. Если это зелье дает 10 выносливости, 10 бодрости, то мы таким образом экономим 2,5 часа. Это круто. Событие, время отдыха. Текущие очки 20. То есть я могу уже купить себе 15 редких медалек. Но делать я это не буду. Я лучше возьму единорожку. Потому что он милый, красивый, реально. Почему бы и нет? Мы должны выполнять различные поручения. Таким образом получаем очки. Профу прокачать до 150 пока что невозможно. Слишком мало бодрости. Парк развлечений откроется завтра или послезавтра. Не знаю точно. А рыбы откроются завтра. То есть рыбалка, профессия, откроется завтра. И обучаться мы ей будем у черного пистолета. Черный пистолет это моб, у которого удочка над головой. Ключевые мобы имеют различные иконки над своей головой. И это очень удобно. Впереди меня парикмахер. Чуть правее ювелир. Это выглядит круто. И мы сразу видим кто где находится. Тут вот алхимик с колбочкой. Позади портной. Дальше всех находится кузнец. Кайфово? Да, кайфово. А на карте это находится вот здесь. Реферальная система имеется даже здесь. В тот момент, когда вы пригласите восьмерых друзей, вы получите транспорт. Королевский броненосец. У меня имеется своя персональная ссылка, стримерская. Вы по ней можете заджойниться, скачать игру. Я думаю, оттуда я получу больше пользы. Но если что, вот он, код приглашения на экране. И есть еще вкладка чемпионов подземелья. Это, наверное, сайт нас перекинет, да, куда-то. Ну, это пока еще рано смотреть. По нижним кнопкам быстренько пройдемся. Рюкзак. Мы прекрасно знаем то, что в него помещаются различные предметы. И мы можем поставить дополнительные сумки в эти плюсики. Но доступны они будут только с завтрашнего дня и будут делать их портные. Если у нас имеются лишние вещицы, мы можем их продать. Жмем на кнопку продать. Раскликиваем по ненужным вещам. И продаем. Таким образом, получаем серебряные монеты. Быстро и удобно. А чтобы заполнить эту пустоту, жмем кнопку сортировать. Если нам нужно что-то выложить, допустим, ценный свиток на 1000 репутации, то два раза жмем на хранилище и нас поведет к хранилищу. Мы туда бежим по этой метке, говорим с мобом и выкладываем предметики. Починка тоже важна. Это факт. Но чинить вещи, которые мы и так меняем, я особо смысла не вижу. Вторая кнопка создать. Тут первая полоса это навык владения профессией. Вторая это бодрость. Третья наша серебро. В тот момент, когда мы что-либо крафтим, тратится бодрость и серебро. В тот момент, когда мы собираем предметы, то тратится бодрость. Также отсюда можно открыть почту. Для того, чтобы забрать различные предметы, которые мы купили на аукционном доме. И этот аукционный дом можно открыть прямо здесь. То есть торговлю нажали, купили все что нужно, почту нажали, забрали все что купили. Круто, круто. Специализации имеются, по чуть-чуть прокачиваем. Персонаж, внешний вид. Если хотим, можем какой-то сетик себе получить. К примеру, за достижение дается сет ярость огня. Круто выглядит. Да реально круто. А за какое достижение он дается? Идеальное прохождение корня скверны. Нужно сделать 5 каких-то достижений. И за эту мета-ачивку мы получим сетик. Красивый, четкий, бесплатный и, что самое главное, подчеркивающий всю красоту паладина. Также можно и оружие какое-либо получить. Либо за донат, либо за какое-то ачиво. Выглядит мощно. Питомцы, аксессуары, могильные плиты, транспорты летающие. Очень много всего в игре имеется. Что-то покупается за донат, за доллары, за евро, да. Что-то дается за ачивы. Репутация качается за какие-то квестики, за события различные. При использовании различных предметов по типу свитка, по типу зеленой сферы, которую я уже вылутал. И как я чекал видосики, люди рассказывали, нужно вливать все в одну фракцию. С целью того, чтобы получить там восьмой уровень и получить максимальный профит. Так это или нет, дайте знать в комментариях, быть может я ошибаюсь и меня просто ввели в заблуждение. Четвертая вкладка развитие. Навык. Мы прокачиваем свои навыки, все абсолютно улучшаем. Какого уровня наш персонаж, такого уровня у нас должны быть и наши способности. Чем выше уровень способностей, тем больше урона мы ее наносим. Качается это все за серебро. Талантики раскидываем. Надо будет найти какие-то гайдики, надо будет найти какие-нибудь билды, чтобы прокачать то, что реально полезно. Высший навык. Мы выбираем три кнопки, которые у нас тут на QR и используем их периодически. То, что не нужно, выкидываем. То, что нужно, конечно же, ставим на панельку. Рекомендованное можно абсолютно все раскидать, как вариант. И помощь. То есть нам можно сделать макрос. Мы будем закликивать одну кнопку и там способности будут юзаться поочередно. Это прикольно, наверное, для мобилок, но для ПК, я думаю, вы можете осилить нажатие четырех-пяти кнопок, почему бы и нет. Камень начертания. Камень начертания важная штука. Опять же, чекал видосики, говорят, что нужно качать все по одному поинту, чтобы быстрее подобраться к различным узлам. В эти узлы, в эти плюсики, в эти кружочки мы вставляем различные символы. Какие символы вставлять, вопрос хороший. Опять же, нужно найти какой-нибудь гайдик. Воинское звание. ПВПшная штука. Мы прокачиваем свой ранг. Таким образом, мы открываем новые награды в торговой лавке. Мы увеличиваем атаку, очки, здоровье. И тратим на это награды славы. Также имеются боевые таланты. Мы опять же можем раскидать наши кнопочки различные. И можем взять ПВПшные таланты. Уменьшение урона, увеличение урона. Различные интересные приколы. Само собой берем их, а они помогут нам в бою. Пятая кнопка. Это игровой сценарий. Подземелье, завоевание, мировой зал. Подземелье имеется в сложности обычное, элитное. У элитной сложности имеются шансы на получение наград. Максимум их можно накапливать 6 штук. Единожды прошли подземелье, получили абсолютно все награды. И копим заряд дальше. Режим испытания, говорят, сложновато. Поэтому не знаю, стоит туда идти или нет. Не знаю, не знаю. Далее, завоевание. Завоевание это БГшечка. Поле боя. Разочек нужно сходить в день. Мы это видели, да, по различным поручениям, чтобы получить дополнительные поинты. Мировой зал это настраиваемый босс. Сегодня сатюк, и он еще будет 2 дня. Мы вылутываем сундуки различные. И мы настраиваем этого босса. Я вот так вот его настроил. То есть то, что у меня меньше хпшки, то, что он больше бьет, то, что я меньше хилюсь. И все. Я справился с ним за минуту с копейками. Исследование задания. Самый обычный квест-лог. Подождите, пока отремонтируют круг. Отремонтируют его через 11 часов. Можно будет дальше прокачиваться. Можно будет дальше квеститься. Побочные задания. Про них не забываем. И на них не забиваем. Делаем их, да, по мере возможности. Далее, достижения. Достижения тут полезные. Мы получаем различные сетики, награды, монетки. Если можем делать достижения, то, конечно же, делаем. Кодекс — это книжка, которую мы можем перечитывать. То есть тут рассказывается лор игры. Мы собираем бумажки различные. И таким образом мы продвигаемся в достижении каком-либо. И раскрываем историю игры. Вкладка общения. Если у нас есть гильдия, то, наверное, откроется гильдия. Если нет гильдии, то что-то мы можем увидеть. Вступи в какую-то гильдию. Разные названия есть интересные. Вступайте, куда вам хочется. Команда. Какую-то тиму можно найти, вариант. Для каких-то совместных походов. Например, в библиотеку элитную. Или в обычную библиотеку. То есть пати можно найти, как заранее собранная группа. Друзья. Если есть друзья, то они будут. Можно invite, можно початиться. Черный список также имеется. Не знаю, насколько он слотов. Друзья. Сотка, да, максималка. Почта. Почту мы и так уже умеем открывать через профессию. Я думаю, это поудобнее. Игра кайфовая. Отдохнуть, поиграть на телефончике. Или релакснуть, поиграть на компьютере. Кайфовая идея. Поэтому давайте-ка джойнитесь. Ссылочка в описании на скачку, там на регистрацию. Я жду вас. Сервер в правом нижнем углу написан. Чего-нибудь походим вместе, может быть. Так что, качайтесь, развивайтесь. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова